Новогодний день Новогодний день Новогодний день Которая из них быть сегодня королевой бала Решит его величество мороз Он сам командует праздничными приготовлениями В последний раз проверяет все ли готово Звонко ли бьет в ледяные литавры Байкал Нарядно ли убран зимний лес? Долгально тянут иголки и струны лэб Не просто подвести черту под прожитым годом Учесть всю сложную бухгалтерию его добрых дел Одних только новосельей он принес сотни тысяч Их праздновали и семьи, и целые города, возникшие в таежных дали А сколько других радостных событий постучалось в каждый дом? Да, тут без помощи Снегурочки С высшим специальным образованием социолога не обойтись Назовите ваш самый памятный день в этом году Ой, самый памятный день Это рождение моей внученьки Поздравляю вас! Спасибо А как вы внучку назвали? Машенькой назвали Очень приятно Ну, пускай растет здоровая Крепкая Спасибо Это уже не сани Три лошадиных силы И Деду Морозу Чтобы не отстать от века Тоже пришлось учиться И получить водительские права Путевка в год 1978 Добрый день Здравствуйте Скажите, пожалуйста Ваше самое памятное событие в этом году? Ну, в нашей семье был приобретен автомобиль Жигули Поздравляю! Счастливого вам пути! Спасибо Какими же новостями живет сегодня Сибирь? Еще одна сбывшаяся новогодняя сказка Не зря больше всех ждут этого праздника дети Самые веселые подарки им Сибирь 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 Небольшой ремонт в пути И снова вы, Дед Мороз И снова можно дарить подарки Огурцами и помидорами, выращенными в этих теплицах Сибирь 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 Старший агроном Надежда Пантелеевна Газукина Работает над выведением новых сортов овощей Строители заканчивают сооружение будущих теплиц Значит, круглый год горожане будут получать еще больше свежих овощей О необходимости бесперебойного снабжения свежими овощами Говорил во время своей поездки по районам Сибири и Дальнего Востока Товарищ Леонид Ильич Брежнев Записано это и в документах июльского пленума ЦК КПСС По деловому отвечают на решение партии овощеводы совхоза Пурсей, что в окрестностях Братска Далеко отсюда до теплого моря Но есть у сибирских ребят свой Артек, соперничающий с Черноморским Второе лето дети лесохимиков проводят в этом замечательном лагере Северный Артек стал достопримечательностью Братска После экскурсии на ГЭС, прогулки по морю, гостей города приглашают сюда Сегодня ребята показывают свои владения французской делегацией КОНЕЦ 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 Весь мир знает о братской гидростанции, и многие мечтают ее увидеть, и представляют себе грандиозное сооружение на могучей реке. Но ГЭС это не только плотина. Это и новый город, и море, и этот городок, и его хозяева, родившиеся здесь, у которых впереди свои гидростанции, свои новые города. КОНЕЦ Птиц в этом доме любят, и, как нам показалось, не случайно. Трудовая биография Романа Арсентьевича Ткачука связана с таежными новостройками. КОНЕЦ А сегодня Роман Арсентьевич, бригадир монтажников, которым поручена реконструкция последнего агрегата братской ГЭС. Экономический эффект этой работы — 400 тысяч киловатт дополнительной энергии. Выполнить ее бригада обязалась досрочно, в годовщине принятия Конституции СССР. На одной из улиц Братска познакомимся с Василием Михайловичем Паниным, одним из многих армии коммунистов. Генеральный секретарь нашей партии, выступая в Иркутске, особо подчеркнул возможность увеличения производства алюминия за счет эффективного использования существующих мощностей. Герой социалистического труда, член парткома Братского алюминиевого завода, почетный металлург Панин и его товарищи изыскали такие возможности. В 40 стран мира идет Братский алюминий. До конца года металлурги Браза обязались дать стране сотни тонн сверхпланового алюминия и, свое слово, они выполнят. Идут очередные занятия школы наставников завода. Руководить ею партийное поручение коммуниста Василия Михайловича Панина. На этом юбилею не было гостей. Юбиляром себя чувствовал каждый. Здесь, как пароль, звучало и для седого ветерана, и для самого юного. Товарищ Братсбестрой. Четверть века назад эти слова впервые прозвучали над таежным простором и стали навсегда прекрасным дополнением высокому имени. Товарищ комсомол. Иные экспозиции поражают спрессованностью эпох. Что в сравнении четверть века. Но шаг за шагом, от экспоната к экспонату, и начинаешь представлять время в огромном ускорении. Железная руда и крылатый металл, целлюлоза и оборудование, поток дешевой электроэнергии. Это там, где вчера еще шумела тайга. Но прежде чем двинулись тяжелые составы, загудели напряженно провода, была работа, оцениваемая сегодня в 4,7 миллиарда рублей. Твоя работа, товарищ Братсбестрой. Великое начало возглавили люди великого духа Наймушин, Гинзин, Суханов. Инструктор ЦК КПСС Алексей Николаевич Марчук. Алеша Марчук, помните, с чего все начиналось? Десант из 12 комсомольцев, палатка у Падуна и один за другим десанты на Братский перрон. КОНЕЦ Помните, Алеша, как вашему другу Борису Гайнулину поручили самую отстающую бригаду. А вскоре бригада Гайнулина, первой в Иркутской области, была удостоена звания коммунистической. Плавились дни, ломались самые жесткие графики. Помните, 18 июля 1959 года. Решающая битва с рекой. Что же рай июля в сравнении с этой схваткой? Вместо расчетных 48 штурм длился всего 19 часов. И вот уже меккой становится стройка в тайге. К великой досаде ее хозяина. Сроки строительства не включали время встреч. Американские газеты называли Наймушина гидромедведем. Не в такой ли момент появилось сравнение? Подвиг рождался на глазах у мира. И мир спешил принести дань уважения ему. Росла великая гордость за нашу родину и ее людей. Особо памятным стал приезд на строительство председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. Росла великая гордость за нашу родину. Он шел к своей победе на пролом. Через глухомань. Сжигая старое, являя миру новое лицо Сибири. Время уносит людей. Вот и поднялся у плотины ГЭС памятник замечательному советскому гидростроителю Наймушину. Бывший Батрак, в 30 лет через Рапфак, получивший свет знаний от советской власти, он всю свою жизнь посвятил тому, что добывал свет Родине. Свет и энергию турбин, с которыми рождались неизмеримо дороже. Свет и энергию в душах людей.